Приветствую вас, не очень понятно, где именно вы проходите психотерапию, да, то есть вы это делаете на сайте у нас, или где-то очно, а может быть вы делаете на сайте, договариваете, да, проходите очно, вот, потому что вы пишете, что там файл удаляют из переписки, что-то такое, вот, это, конечно, вызывает сомнения, да, вот. Вы говорите о запретной технике, да, о запретной модели психотерапии, очень хотелось вас спросить, запретной кем? То есть, чтобы техника была запретной, ее нужно запретить, вот. А, соответственно, если мы хотим ее запретить, да, то нужно, чтобы, ну, она была кем-то запрещена, в данном случае была законодательно запрещена. Вы знаете такой закон? Я нет. Если это нарушает законы страны, где вы живете, то, да, она является запрещенной, если можно под, ну, если можно интерпретировать действие, как нарушение, например, там, законов, допустим, о личности, о любописловенности человека, о чести и достоинстве, вот, то можно. А так, с моральной точки зрения, ну, да, ну, плохо, ну, да, ну, некрасиво, ну, и что? То есть, как бы, если вы собираетесь подать на человека в суд, допустим, вам нужно с чем-то прийти, что вот, как бы, вот человек делал то-то, 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 и он нарушил то-то, 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 вот, и, соответственно, причинен и причинен ущерб такой-то, такой-то, такой-то. Понимаете? Вот. Но для этого нужно, чтобы вы знали, что именно человек нарушает, какие законы, вот. Вам, по-корочему, свой вопрос надо в раздел юриспруденции задавать, потому что там определяют, нарушает человек такой закон или нет. Да, с точки зрения профессиональной этики, с точки зрения морали человек поступает, ну, не очень. То есть, действительно, техника-то, она может быть сама по себе и рабочая, техника, она рабочая, но явно это очень жёсткий метод, явно очень быстрый метод, явно это, ну, человек перегнул палку. Ну, вот. Это явно. Но, опять же, неизвестно предыстория. То есть, а вы, вы знали? Вы знали, что, ну, что человек использует такие методы и согласится? Или вы узнали только, вот, когда данная история случилась, произошла? Понимаете? Вот это вот тоже очень важный момент. Далее. Насколько были причинены серьёзные, насколько серьёзные были, э, э, фурмы возвращения на вашу маму? Если вы её били, ну, бить по-разному можно, понимаете. То есть вся подоплёвка здесь, не знаю, если это такая техника, если она официальная есть, если она работает так, и вы на неё соглашаетесь. Знаю, что она предполагает, что вряд ли психотерапевт что-то нарушает. Вы же сами согласились, но никто не заставлю. Если вас, если вы не знали, если вам обещали одно, или вам ничего не рассказывали, заставили так делать, то да, это совсем другая сторона. Здесь можно предъявить претензии за введением в заблуждение вас, например. Использовать для этого, например, перечень услуг, ну, которые. Каперидис. Вот. Понимаете? У этого специалиста. Что касается конфиденциальности, того, что вы рассказали третьим лицам, ну, понимаете. Здесь тоже момент такой, да, то есть если вы соглашаетесь работать с этим специалистом, обещаете, например, обещаете, что никому не расскажете, да, то есть, ну, как бы всё будет между вами только. Да это одно. То есть, как бы, получается, вы тоже нарушили. Если ничего заранее не обговаривалось, то по умолчанию вы можете рассказывать что угодно, а психолог не может рассказывать. Понимаете? Вот. То есть, ещё раз. Запретная может быть техника, которая нарушает законы, общие законы. Общие законы. Насчёт общих законов, пожалуйста, в раздел юриспруденция. Там вам помогут. Вот. Это вот то, что я могу вам сказать. Исходя из того, что вы написали. Знаете, эм... Просто хотел бы заметить, да, ну, безусловно, без обвинения, без всего такого. Эм... Значит, ну, тут... Вы... Вроде бы не новенький на сайте. Но вы стандартный. У вас стандартных вы... А, по сути, вы только один вопрос задавали. Вот. Только этот. По крайней мере. Тут тот, что публичный. О-о-о-о... Не очень понятно, зачем вы зарегистрировались на сайте, на нашем, если... Проходите психотерапию. Ну, что... Очно. Потому что... Ну, как бы... Можно и другими методами вам помочь. Менее радикальными. По факту. Если хотите, конечно. Понимаете. Или вы... Эм... Рассматриваете... Эм... Психологов, вот здесь, на сайте, как... Неких таких... Регуляторов. Арбитров. Арбитров. Нет, мы здесь специалисты. Мы не можем оценивать... Эм... Эм... Работу... Работу коллег. С точки зрения... Эм... Закона... Главное не консультировать своего специалиста. Вот и все. И... Более подробно изучать регламент и обстоятельства работы, которую вы проводите. Понимаете? Вот. Эм... Значит... Вот вы пишите... Откликните, что это такое. Что это такое что? Эм... Вопрос в чем? Далее... Далее вы как бы уточняете, да? Не является ли подобной техникой запретной? Запретной кем? То есть понятно, да? Что я имею в виду? Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду раз помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...